Добрый вечер! Наша передача, у нас чтение того отрывка Евангелия, который посвящен святым. Он будет читаться в воскресенье, но так как в нашем монастыре, в Николай Беляковском монастыре, служба будет на субботу переноситься, потому что празднование, да, икона, лапзанная, то будет уже в субботу читаться. Но так везде, в основном, в воскресенье будет читаться. Итак, это Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 1 по 12, пожалуйста. Послушаем. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзший уста свои, учил их, говоря, блаженно нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженно плачущие, ибо они утешатся, блаженно кроцы, ибо они наследуют землю, блаженно алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженно милостивые, ибо они помилованы будут, блаженно чистые сердцем, ибо они Бога узрят, блаженно миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими, блаженно изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное, Блаженно вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно засловить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Как связан данный отрывок Евангелия со святыми? Мы вот услышали 9 заповедей блаженств на горе блаженств, произнесенных около Галилейского озера Господом, и, конечно же, каждый из святых, которые и праздновались, и всех всемирных святых, и наших русских святых, они все исполнили ту или иную заповедь, а может быть и все, некоторые удавалось все заповеди исполнить от блаженств, и поэтому то, что мы сейчас читали, это есть характеристика одного или другого святого, или, может быть, какой-то в части, допустим, одной, если брать милостью, есть святые, которые именно милосердием были Богу угодны, угодили Господу и были прославлены великих святых за свое милосердие. Кто-то мученически пострадал, здесь мы об этом читаем, что блаженны те, кого гонят за имя Божие и всячески над ними изгаляются, и так далее. То есть каждая из этих заповедей, она характеризует какой-то добродетель, какое-то качество, богоугодное, а значит, святые, угодившие Богу, они обязательно ту или иную заповедь исполнили. Да, вот эти заповеди блаженств, как они называются, они, видимо, очень значимы, потому что они на каждой литургии фактически поются. Да, они введены в богослужебный, так сказать, чин, и, конечно же, на литургии пропиваются, и мы их, можно сказать, наизусть уже практически знаем, потому что, конечно же, они не только для святых, они для всех нас Господом были произнесены, и даже вот если спрашиваете человека, что значит быть счастливым, то каждый назовет какое-то свое счастье, особенно если люди неверующие, так у них совсем будут различные, так сказать, понятия о счастье. Кому-то счастье – это семья, кому-то, наоборот, семей, чтобы не было, кому-то счастье – это работа, кому-то, чтобы совсем работы не было, были просто деньги, кому-то счастье – наука, кому-то, наоборот, какая-то простая такая деятельность. То есть такое счастье в этом мире огромное количество, но оно все противоречащее друг другу, и, что самое грустное, оно не вечное, то есть оно быстро приходящее, это счастье, потому что работа кончается, и здоровье кончается, и семья заканчивается. Более того, это вообще-таки нейтральное говорить, а здесь же вообще разрез нашим земным представлением, да, то есть мы знаем, что плачье значит человеку плохо, да, то есть здесь плачь, если гонят, там, да, вот… Ну как же, да-да, это же совсем грустно становится. То есть для нас это вообще полностью противоположные идут заповеди. А здесь говорят, что вот эти заповеди всем нам говорят, что ты будешь счастлив, если исполнишь хотя бы одну из них. И Господь их специально вот прям проговаривает так вот четко, ясно, кратко они изложены, чтобы мы эти заповеди все-таки приложили к своей жизни и хотя бы одну из них воплотили в своей жизни. Потому что именно таким образом мы становимся счастливыми и здесь, и, что самое важное, в вечности. Ну, конечно, как и любое доброе делание, все это сопряжено с усилиями, над собой, которые прилагаются эти усилия, и над другими, именно над собой. И, конечно же, просто так этого не достичь. А почему именно таким образом Господь вот нам дарует счастье? То есть, что не то, что мы привыкли к успеху, комфорт, чтобы нам все было хорошо, чтобы нас никто не трогал, а здесь вот полностью противоположно. Ты чего так? Ну, Господь, конечно же, показывает нам истинное наше естество, о котором мы забываем. И многие даже не подозревают, что наше естество нашей внутренней жизни намного родней и намного естественней для нас, чем то естество, с которым мы связываем счастье в этом мире, то есть плотское естество. То есть, два естества у человека есть – телесное и духовное. Так вот, Господь говорит о духовном счастье. А мы с духовным никак свое счастье не связываем. Множество людей вообще неверующих, и, значит, о духе, и о какой-то жизни духовной, даже и не помышляющих. А значит, они теряют свое счастье, даже и не найдя его, и не имея его, к сожалению. И счастливым это хочет быть каждый, и поэтому ищут каких-то легких путей, легких ответов на вопрос, как стать счастливым. Ну, и, конечно же, в этой гонке за счастьем погибают и не становятся счастливыми ни здесь, ни после смерти. Поэтому Господь акцентирует на истинном счастье, на истинном блаженстве, которое в нашей духовной сфере заложено, не в плотской. Ну, а истинное блаженство, оно, получается, от смирения нашего зависит, да? То есть, когда Адам от гордости пал, потому что он захотел быть Богом, то Господь нас вот смиряет, да, таким образом? Ну, мы вспоминаем, что не только Адам, но и сам Сатана пал от гордости. И, соответственно, он же совратил Адама и Еву гордостью, предложив стать им как боги, да, узнав якобы какие-то особые знания, и станете как боги, вот если скушаете плоды от этого древа, познание добра и зла. Ну, как оказалось, это было всё ложь и зависть, по зависти произведённое и обман. Но, тем не менее, в этом обмане живёт всё человечество уже многие тысячелетия, и, к сожалению, по-прежнему мы гордость свою считаем не врагом, а даже нашим как бы защитником, покровителем. Многие так и говорят, а как это, я же не могу своей гордостью так поступиться, если меня кто-то оскорбляет, я должен защищаться, если мне кто-то делает плохо, я должен ответить, или хотя бы как это, в ветхом завете написано, око за око, зуб за зуб, или, а некоторые говорят, и с десятикратным преувеличением хочу ответить, чтобы уж больше не повадно было. То есть люди по-плоцки по-прежнему оценивают эту жизнь, и, конечно же, из-за этого делают огромные ошибки. И поэтому Господь указывает на то, что лишь смиренные люди, те, которые побороли свою гордыню, те, которые отреклись от своей воли, человеческой, плотской воли, в счёт воли Божией, только эти люди будут истинно счастливыми. Но здесь можно привести для аналогии, для более легкого понимания простой пример, что если мы пользуемся какой-то вещью, сделанной не нами, то нам нужна инструкция по эксплуатации этой вещи, которую сделал тот, кто, собственно, и сотворил эту вещь. И тогда мы будем правильно ею пользоваться, тогда она принесёт нам какие-то полезные, добрые дела, плоды даст нам эта вещь, если мы будем использовать её так, как задумано Творцом этой вещи. Вот так же и Господь, Он задумал нас и сотворил нас, и этот мир, и Он лучше знает, что нам полезнее. И для того, чтобы мы, как творение Божие, Его волю исполняли, Он говорит, будьте смиренными, примите то, что Я вам даю, Я-то лучше знаю вас, как всё устроено и по каким законам всё движимо в этом мире. Если вы будете исполнять то, что Я вам даю, вы станете счастливыми. Если вы будете опираться на своё мнение и разумение о этом мире, о себе, о каких-то других моментах, то вы обречены на ошибку, потому что не вы сотворили мир, не вы сотворили человека. И откуда такая уверенность, что мы только знаем, как нам лучше жить, это такое неразумие. Пока мы коснулись гнева, человек, который должен себя защищать, который должен что-то ответить. Вот как быть в таком моменте, когда человек зол, и вот у нас, в нашем, в мирском понимании, человек должен обязательно это выплеснуть. То есть, да, пока он не ответит, пока он что-то не сделает, кроме того, что-то не сделал, он потом себя будет накручивать, а надо было так сделать, а вот в следующий раз я вот так сделаю. То есть, он получается в себе, как говорят, копит энергию эту, да, и он вот там внутри, может, себя сгорает, да. То есть, надо обязательно пар выпустить. Если, например, там, тут советуют, там, в подушку, подушку иди побей, например. Ну да, да. Как у японцев на предприятиях есть специальный такой тренажёрный зал, где висит груша с портретом начальника. Если что-то тебе там плохо, ты зашёл, побил портрет начальника эту грушу и полегчал им дружать. Начальники, наверное, не знают об этом. Так начальники этот зал специально запланировали и повесили туда грушу. Нет, это такое японское, так сказать, мудрование, которое нам не совсем понятно. Но, тем не менее, оно есть. Ну, конечно же, само рассуждение о том, что мы вот эту вот недобрую энергию должны выплеснуть и, так сказать, удовлетворить свои страсти в виде гнева, злобы, зависти, осуждения там или ещё каких-то других страстей. Мы должны их выплеснуть, и нам вроде бы как станет легче от этого. Мы внутри себя, сами себя, так сказать, этими энергиями, да, в кавычках сказано, сами себя не разорвём изнутри. На самом деле это всё полностью не так. Мы абсолютно далеки от истины, если так рассуждаем. Никаких энергий в нас не копится. Никаких пара выпускания или других каких-то моментов, связанных со страстями, ни в коем случае делать нельзя. Почему? Потому что мы таким образом лишь способствуем ещё большему развитию углубления своей страсти, ну, например, гневливости. То есть, если мы этот гнев удовлетворяем, начнём, допустим, раз в неделю, потом потребуется два раза в неделю, потом три, потом пять. И, в конце концов, каждый день придётся этот гнев удовлетворять, чтобы, ну, как-то успокоиться. То есть, мы будем тогда его в себе создавать условия для его развития, к сожалению, для развития страсти и гневливости. То есть, получается, бес нас в это время накручивает, схема какая-то, да, накручивает, только мы удовлетворили, он отходит. Он говорит, всё, я вот к себе... Да, человек поэтому успокаивается, думает, всё хорошо. А на самом деле он запустил... Сейчас никаких требований у меня к тебе нету, но я приду ещё. Но запустил уже вот этот процесс зла, да? Но человек становится рабом этой страсти, рабом этого беса, и он в дальнейшем вообще перестаёт контролировать. Если сначала он ещё как-то может контролировать и удерживаться от гнева, да, то потом это происходит уже в автоматическом режиме. Человек просто, как в миру говорят, забрал и падает, он уже ничего не соображает, ничего не понимает. И потом, только когда, очнувшись от этой страсти и гневливости, он видит, что сколько же он наворочил дел, он в ужасе говорит, что же я наделал. Ну да, даже человек что-то сказал, он уже обиделся, да, и человек, может быть, не сразу даже понимает, да, почему-то обиделся. Ладно, обиделся, а сколько убийств происходит по гневу. Просто человек разгневался, вот вспышка гнева, ударил там, бросил чем-нибудь или толкнул. Человек в итоге повредился так, что и умер. А это же гнев. Не зря Священное Писание сказано, да не зайдёт солнце разума твоего в гневе. То есть солнце разума, то есть разум, он как солнце освещает и вразумляет нас, как правильно действовать, показывает, да, мы не в тьме находимся. И другое, есть такое, так сказать, замечено, что вот лицо потемнело от гнева, да, многие даже писатели это употребляют фразу. То есть темнеет человек в гневе. И, конечно же, это не просто так замеченные такие моменты. Действительно, человек, находящийся в страсти, он, естество его темнеет. И в Евангелии мы об этом читаем, что Господь говорит, что наше внутреннее око должно быть светло. Тогда всё будет у нас светло. Если же оно будет темно, то тогда мы в тьме будем пребывать. И это вот об этом сказано. То есть мы должны бороться не попускать, не потакать, не выпускать пары из себя в виде гнева или других страстей. А наоборот, с ними бороться и не выпускать их из себя. И единственной возможностью их из души извлечь и как-то освободиться от этой напасти, от этого рабства страстям, это таинства Божие в церкви, в церкви преподаваемые. Это исповедь и причастие. Ну, а бороться как, да? По-моему, преподобный Паисе так говорил, что сначала, когда прогневался, сначала попробуй удержать себя, да? То есть, а потом постепенно вот это вот будет так вот по нисходящей, по нисходящей всё это будет. Потом уже эти головы змеи уже не будут влезать. Ну да, как некоторые святые пишут, что ты начнёшь их душить внутри себя уже, то есть... Поднимет голову. Он поднимает голову, да, это змеюка, допустим, гневливости, да? Раньше ты ей давал волю, она, так сказать, только жрела, так сказать, разрасталась эта змея гневливости. А тут ты начал её давить внутри себя, и она начинает слабеть, хереть ей потихонечку. То есть, пищу ей не даёшь, да? Да, ты её не укрепляешь, пищу не даёшь, ещё и зажимаешь её всячески в себе. И она, в конце концов, умрёт в тебе, если это делать. То есть здесь другая логика, не выпускание пара, а, наоборот, сдерживание и уничтожение внутри себя этого. И уж точно не выпускание из себя никаких слов, поступков или других каких-то движений естества человеческого по страстям. Ни в коем случае не надо. Мы как раз с вами подошли к первой заповеди, мы сейчас будем их разбирать. Блажены нищие духом, ибо их есть царство небесное, да? Вот кто такие нищие духом? Ну, нищие – это тот человек, который чего-то не имеет, да? Это, в нашем понимании, нищеты мирской – это человек без денег, без жилья, без еды, без одежды. Ну, это плотское такое телесное понимание нищеты. А есть, вот, судя по этой заповеди, оказывается, есть нищета духовная, которая также показывает того, что человек чего-то не имеет. То есть, он нищ в чём-то. В чём же он нищ? В своей воле, исполнении своей воли, в исполнении своих желаний, хотений, в своём понимании именно по своему разуму, по своему мнению, по своим каких-то там учениям или ещё чему-либо привычкам того или иного случая, той или иной ситуации в жизни. То есть, человек не имеет этого, и, значит, он это ищет, так как у него этого нет, понимания какого-то своего ответа на той или иной случай. Значит, человек будет искать это у Бога. То есть, мы возвращаемся к тому, что я перед этим говорил, что Господь лишь знает, как всё устроено, и Он даёт нам правильные советы, как нам поступать в той или иной ситуации. Вот нищий духом человек, который не знает, как к нему поступать, и ищет этого ответа у Бога. Тогда он становится счастливым, потому что я перед этим об этом как раз всё это говорил достаточно ясно. И здесь нищета духовная звучит как-то для многих очень как-то неприглядно, я не хочу быть нищим. А на самом деле это огромная высота духовной жизни, потому что быть человеком своевольным – это грех, это легко и просто. А вот быть человеком с отсутствием своей воли, а с исполнением только воли Божьей – это очень трудно, и для этого нужна огромная сила духовная, чтобы себя к этому привести. – То есть человек ищет Духа Святого, то есть вместо своего человеческого Духа, Святого Духа, как обогащается человек Святым Духом? – Ну, конечно же, духовная ищета, она должна быть восполняема благодатью Духа Святого, и об этом мы считаем многих святых, что, чтобы стяжать благодать Духа Святого, нужно потрудиться. Мы не можем, пребывая, так сказать, в безделии, ничего не делая по вере, получать благодать. Хотя Господь, конечно же, дает эту благодать не за поступки, не за дела наши, то есть это не как вот «ты мне, я тебе дашь-надашь», как в магазине. Нет, это совсем не так происходит. Но Господу необходимо видеть, что мы стремимся и хотим исполнять Его благую волю. Через это Он видит, что мы любим Его, и через это Он свою любовь изливает на нас в ответ на нашу любовь к Нему. Поэтому всякий, кто хочет восполнить благодать Духа Святого в себе, утерянную через грехи, он должен, конечно же, прежде всего, отречься от своих измышлений, от своей воли, от своего мнения, от своего верования, которое не состыкуется с верой Божией, и, конечно же, попросить у Бога помощи. То есть в этом тоже смирение. Кто просит? Только нищий. Вот если мы просим у Бога помощи, мы осознаем свою нищету духовную, то тогда мы Господом и из этой нищеты воздвязаемся. То есть Он нас поднимает из этой нищеты, буквально одаривая всяческими дарами благодать Духа Святого. Это и разум, это и покой, это и радость, это и мир, это и какие-то, в том числе и телесные какие-то моменты необходимые, ну, в том числе и здравие, да, которое необходимо в этом мире. То есть все, что нам будет нужно для спасения души, Господь нам дарует. Но для этого надо попросить. Так Господь и говорит в другом месте Евангелия. Просите, и дастся вам. Иначе как можно дать тому, кто ничего не просит? Он откажется. Мне говорит, не надо ничего. От Бога ничего не надо. Я сам все устрою. Я сам царь, так сказать, на этой планете, царь природы и все такое. Мои эти слова, нам они известны. И их, собственно, безумие, оно впереди этих слов идет. Мы видим, да, что у Господа все нищие находятся под особым покровительством. И вот он спасает бедных от мечей, он слышит нищего, спасает от бедных, видит страдания нищих. То есть везде покровительство Господне. А могут ли быть нищие духом богатые люди? Ну, конечно, могут, потому что мы говорили, что духовные наши дарования, они не плотского характера. И может и богатый человек быть духовно богатым. Но, конечно же, это труднее сделать, чем небогатому. Почему? Потому что человек, который имеет богатство, он поневоле будет думать об этом богатстве, об его обслуживании, чтобы его не потерять, чтобы инфляция не съела, воры не украли. Кроме того, больше почитание человека, да? Да, плюс различные листицы, плюс различные тщеславные и гордостные моменты жизни, которые обязательно вокруг этого человека будут искать свои выгоды. Другие люди, как приблизиться? Через лесть, через ублажение, через какие-то другие моменты манипулирования этим богатым человеком. И богатому человеку, конечно, намного труднее, чем бедному. Но бедному просто этого ничего не изливается. Никакой лести, никакой манипуляции с ним никто не производит, потому что он никому не нужен. Он небогатый человек. И в этом плане богатому намного труднее стяжать Духа Святого, чем бедному. То есть ему приходится бороться вдвойне за духовное свое начало, за духовное естество, чем бедному человеку. Да, как Господь говорил тогда, юноша, да? То есть исполнить заповедь. Он сказал, я все исполнил, но теперь продай свое имение и следуй за мной. Ну да, трудно войти богатому в Царство Небесное. Легче верблюду пройти сквозь иглины ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Это сам Господь сказал. Поэтому дальше есть ответ. Почему? Потому что богатый уповает на свое богатство. А надо уповать только на Бога. Потому что богатый не сможет стать нищим духом, так как он уповает на свое богатство. Он считает, что его богатство его защитит, сохранит, его можно приумножить, и он, значит, станет еще сильнее. И в этом смысле человек не ищет и не просит, значит, помощи Божией, чтобы от Бога приумножаться в силах духовных, а не в силах материальных. Да, кроме того, в этом мире так Господь устроил, что все идет в противоположность. Есть больные и здоровые, богатые и бедные. И как раз богатство дается для того, чтобы богатые помогали бедным. Ну, Господь, да, очень премудро устроил этот мир. И различное количество человеческих талантов в этом мире присутствует. Ну, есть врачи, есть ученые, есть учителя, есть дворники, есть там автомобильные, так сказать, мастера. Огромное количество профессий и талантов. Зачем Господь так всех нас разделил? Ведь мы могли бы все уметь все, да, но Господь вот этому одно, этому другое. Для чего? Для того, чтобы не было отторжений друг от друга. Для того, чтобы мы зависели друг от друга. То есть, там, ученый идет к врачу, врач идет, там, не знаю, в магазин, там, в магазин идет к другим людям. И таким образом мы друг у друга ищем помощи в той или иной ситуации, в тех или иных случаях. И через это смиряемся, через это понимаем, что мы не все умеем, не все можем. А есть люди, которые это умеют и могут. Вот, то есть, они, ну, в какой-то степени лучше нас, потому что у нас этого нет. И это тоже для смирения служит. То есть, Господь премудро это все устроил для того, чтобы узами любви и взаимопомощи связать все человечество. Ну, и как, да, говорится, что церковь – это тело Христовое. И каждый, да, составляет, кто глаза, кто руки, кто ноги. Ну, да, да, но не могут глаза думать, да, а разум не может видеть, а уши, они только слышат, они не могут вкус ощущать, ну, и так далее. И один орган не может сказать, что без другого, да? Да, я вот отдельно поживу, ухо отдельно от головы, голова отдельно от ног, ну, конечно же, это безумие. То есть, каждый из нас, составляющий человеческое такое вот население этой планеты Земля, он как такая одна клеточка этой огромного такого человеческого сообщества. И эта клеточка должна приносить пользу этому сообществу, а не как раковая клетка только тянуть на себя чего-то, какие-то там интересы, какие-то, значит, пользу для себя. Да, в площади, там, до воровства и убийства доходя, да, это уже просто раковая опухоль, которая уничтожает своего носителя, своего хозяина. Вот такие люди, которые так себя ведут, они как раковые опухоли, к сожалению, ведут отрицательные, так сказать, взаимоотношения с человечеством. Да. Что тоже имеет место быть, никуда от этого не деться. Да, и как жили первые христиане, да, все у них было общее, они там все сами умением служили друг другу. Приносили в единый котел, и из этого котла уже пользовались и жили, и помогали друг другу, и лечились, и кормились, и одевались, то есть из общей казны. Вот это было такое... Деньги не нужны. Да, первоначальное, такое церковное христианское общество, которое удивительным образом дальше превратилось в церковь христианскую, и до сих пор это живо все. Сейчас вот в монастырях именно так и живут, то есть есть единая казна монастырская, которая обеспечивает всех живущих в монастыре всем необходимым. Вот это по первым христианам, так сказать, скопировано и сделано. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть, получается, не когда-то будет обещано, а уже здесь, сейчас, на земле? Ну, Царство Небесное, оно от сложения мира уже есть, да, во-первых. Во-вторых, есть другая фраза, Царство Небесное, оно внутри вас есть. Да, это сам Господь говорит каждому из учеников своих. Поэтому, если человек имеет нищету духовную, то эту нищету духовную Господь ему восполняет не силами, не умом, не каким-то опытом, не какими-то деньгами. А он бесценное даёт ему сокровище, Царство Небесное. То есть, если ты нищий духом, то ты богатейший из людей, потому что ты уже в Царстве Небесном, ещё живя в этом мире. Ну, как можно быть более богатым, чем человеку, живущему в Царстве Небесном? То есть, получается, Бог почивает в этом человеке, человек радостен, мирен? Ну да, Царство Небесное без Бога, конечно, его неотделимо. Оно неотделимо. То есть, мы не воспринимаем, как можно быть Царство Небесное без Господа. Естественно, если Царство Небесное внутри нас есть, то и Господь внутри нас есть. Естественно, если Господь внутри нас есть, то все свойства божественного естества, они нам присущи в той или иной степени, в той или иной мере по нашим возможностям их вместить. То есть, Господь бесстрастен, и человек бесстрастен, если Бог в нём почивает. Господь премудр, и человек умудряется премудростью Божией, если Господь в нем есть. Господь радостен, пребывает в радости, и человек также, если Господь в нем, также радостен, мирен, справедлив, чист, ну и так далее, и так далее. Все божественные качества, можно их дальше не перечислять. Самое главное – это любовь. Да, я уж не говорю о любви, Бог есть любовь, и если Господь в нас есть, то и любовь в нас есть. И уже куда уж больше для счастья. Если человек любит, то он уже счастлив этим чувством. То есть он любит так, что ему все равно, любит ли его? Да, то есть он не как собственник любит, как вот любит некоторую игрушку свою, или машину свою, или одежду свою. Нет, а он любит как даятель, наоборот, не собственник, не тянущий к себе, а отдающий от себя. То есть эта любовь истинная, любовь божественная, любовь духовная, она имеет такое качество, что человек готов пожертвовать даже своей жизнью ради того, кого он любит, а не требовать от него ублажения себя, который любит по-плоцки. Это именно такая любовь плоская, она требует для себя ублажения. А здесь совсем другое. И, конечно, само чувство, пребывающее в человеке, чувство любви, оно уже делает его счастливым. Уже этого достаточно. Вторая заповедь. Блажины плачущие, ибо они утешатся. Все ли слезы наши равны? Ну, если не задумываться, то вроде как мы все плачем одинаково, да? Вот что-то нам стало плохо, и вот слезы потекли. Но если... Да плакать чё и стыдно? Да, а если вот начать анализировать, из-за чего я вдруг заплакал, то здесь появляется, ну чё, обида. Меня обидели, что не является, конечно, духовным. То есть это гордость наша, самолюбие, да? Да, это самолюбие, это гордость наша. Я вот не имею того, чего имеет другой, и поэтому плачу. Ну как же так, вот у него это есть, а почему меня обделили, у меня этого нет. Это зависть, да? А из-за зависти многие плачут. Есть такая, знаете, вот слезы из-за неисполненной злобы. То есть вот я хочу отомстить, а ничего сделать не могу, и аж прям до слез обидно, вот что ж такое-то. Это тоже греховные слезы. То есть гордость, зависть и прочие страсти человеческие, они тоже могут вызывать слезы. Но есть слезы, которые вызываются совсем другим. движением души, это слезы, так сказать, печали о Боге, как это называется в Священном Писании. Печаль по Боге. То есть когда мы скорбим, что мы потеряли Богообщение через грех наш. Когда мы видим свои недостоинства по отношению к Господу, и поэтому также скорбим и плачем о своих грехах. Когда мы, ну как Адам с Евой плакали о утерянном рае. Это тоже слезы такие же, духовные слезы. Как и мы, также должны оплакивать утерянный рай, потому что мы даже его и не ищем. Многие даже и не пытаются его найти. Нам и так хорошо. Вот бутылка пива, телевизор там, еще что-нибудь такое. Как апостол Петр плакал, да? Да, есть слезы. Ну вот апостол Петра, он плакал всю жизнь после того, как предал Господу трижды. Он каждое утро просыпался от крика петуха и оплакивал свое такое недостойное поведение во время страстей Божьих. Когда он предал Господа еще до того момента, как петух трижды не пропел, он уже трижды предал Господа. Это тоже слезы. Есть слезы радости тоже. Радости за человека, который, например, выздоровел, выжил, должен был умереть. Но вот там радостно, аж до слез. Есть слезы радости, если человек что-то такое сделал хорошее, доброе. Много... Ну, как говорят, слезы вызывают сильные эмоции. То есть и как... Но просто эмоции, эмоции им разные. Есть эмоции из-за страстей, а есть эмоции, духовные эмоции. И это, конечно же, совсем другие слезы. И основное, чтобы эти слезы были пропитаны покаянием. Тогда это правильные, хорошие слезы. Если они пропитаны чем-либо другим, то есть нет покаяния в этих слезах, то мы находимся в беде, в такой болезни духовной. То есть мы плачем не по бозе. То есть мы плачем по грехам. Как примет Господь слезы, плачущих от горя, от страданий, каких-то телесных или душевных? Господь, конечно же, во многих местах Священного Писания мы считаем, что Господь обещает свое покровительство, свою помощь и заступничество всяким оскорбляемым, унижаемым, неправедно ограбляемым. А при потере близких, например? При потере близких также Господь может человека успокоить, причем удивительным, необъяснимым образом человек вдруг становится спокойным на душе, но для этого нужно веровать в Бога. То есть если человек верит в Бога, то тогда и Господь к нему обращается и помогает ему во всяких тяжелых испытаниях в этой жизни, происходящих с ним, с человеком. То же самое, если человек теряет своего близкого, то, казалось бы, вот любовь к этому близкому, она вызывает, и чувство потери его вызывает слезы. Но Господь встает на место этого близкого и говорит, ну я же тебя люблю, а ты меня любишь. Поэтому не бойся, за твое близкого я, так сказать, постражду и ему дам воздаяние. То есть сам Господь умершего близкого нашего, за которым мы молимся Господу, Он сам его упокоит. И в этом тоже успокоение для человека, плачущего о умершем близком. То есть множество таких моментов, через которые Господь нам дает отдохновение, от тягот этой жизни. Но для этого мы должны верить в Бога и просить Его об этом по помощи. Кроме того, да, любовь, она не умирает, она все равно остается. Ну мы знаем, что Бог вечен, Он вообще вне времени, да, что Он, сотворив эту Вселенную, Он одновременно и пронизывает ее всю, и одновременно Он вне этой Вселенной, да. И поэтому, конечно же, Бог есть любовь, мы об этом тоже знаем из Священного Писания. И поэтому любовь вечна, как и Бог вечен. И если мы напитаны, напоены любовью божественной, то и мы будем вечными. Да, и кроме того, человек убеждает, что человек никуда не шел, ну, все равно встреча-то вечная будет. Ну, действительно, умирающие, они же не исчезают, то есть они не растворяются в земле, они не погибают навечно, да. Они просто переходят из этого мира в мир, духовный мир ангелов или мир бесов, если человек заслужил, так сказать, какие-то мучения адские, то, значит, в аду он будет пребывать. И о нем стоит тогда вот возрыдать и взмолиться о его спасении ко Господу. Это тоже праведные слезы, слезы милосердия, да. То есть в любом случае не о себе надо плакать-то, да? Ну, да, не себя любимого жалеть, а все-таки жалеть других людей через эти слезы жаления о других, мы, как это удивительно Господь устроил, мы тоже спасаемся. Потому что сам Господь говорит, блаженной милостью и бы те помилованы будут. То есть если мы милуем других и жалеем их, и даже слезы проливаем о их, ну, например, тяжелой болезни, да, видишь и скорбишь и плачешь об этом человеке, или о умершем человеке, который не успел покаяться, исповедоваться, причаститься перед смертью, ты за него молишься и плачешь. Господь тебе это все воздает старицей, то есть ты пожалел, а значит, любишь людей. И Господь тебя пожалеет, потому что и Он тебя любит. Следующий заповедь. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кто такие кроткие? Вот, да, вот если сейчас спросить людей, кто такие кроткие люди? Многие даже не смогут сформулировать, что же это за человек. Потому что сейчас их можно, наверное, в красную книгу заносить, их очень редко можно сейчас встретить в нашем обществе, они все меньше и меньше встречаются. То есть человек сейчас имеет такой воспитательный, такой отпечаток на себе, что он должен постоять за себя, он должен там на слово двумя словами ответить, и там всячески противоречить, иногда и грубить, но в этом кротости нет. Кроткий – это человек, который короток на гнев, то есть у него нету гневливости, у него нету осуждения, он мирен со всеми, он ищет выход из любой ситуации не в сторону конфликта, а в сторону примирения и любви. Вот эта кротость – это действительно величайший дар Божий, потому что она очень красива. Потому что это свойство самого Господа. Конечно же, как и все остальные добрые качества, Господь имел и кротость, и Он распялся на кресте, и даже когда Он перед смертью на кресте уже воспил, прости им, отчий бы не видать, что творят. В кротости воспринимая своих убийц и молясь за них. Это тоже яркий пример того, к чему мы должны стремиться. То есть кротость нас учит любить врагов наших. Не мстить, не злобствовать, а любить своих врагов. И в этом есть кротость. Да, множество примеров. Все святые, наверное, такие, как преподобный Серафим Саровский, например. Его избили, пришли воры, думая, что у него там золото и серебро в келье. Он же жил в лесу, в одиночестве. Естественно, они воспользовались. Втроем, по-моему, пришли к нему и решили ограбить его. Ну, а так как он с топориком ходил за дровами, соответственно, они этим топориком его и хотели убить. Но по промыслу Божию он остался все-таки живой. Хотя после этого уже ходил сок бедный. До этого он был стройный, прямой. После нанесенных ему увечий, он вот был такой вот уже сок бедный. Ничего не найдя, они ушли, бросили его умирающим в ранах всем. Ну, вот Господь его, тем не менее, сохранил. И когда их поймали, он их простил. И вообще никакого, так сказать... Не велел никого, если не судить их. Никакого воздаяния праведного по суду или по каким-то другим моментам. Он просил не делать им ничего плохого. То есть он их полностью скротостью простил. После боли-то он потом привлек к вере. У них же потом дома сгорели, да? В селе только именно у этих людей сгорели дома. Да, Господь их наказал. То есть мы в этом видим, что вот исполнение слов Божьих. Мне отмщение, аз воздам. То есть либо мы сами мстить пытаемся, и у нас частенько это получается только хуже, и совершенно лучше бы не делать этого. А если мы Богу предоставляем в разумлении наших обидчиков, то тогда происходит... Это намного в какой-то степени страшнее попасть в руки Бога, справедливого и карающего по отношению к обидчикам несправедливым. Вот здесь именно так произошло. Да, и ценой своей жизни, здоровья. Преподобный Серафим как раз этих вот разбойников, да, бандитов. Он их обратил тоже к вере, получается. Да, они удивлены были его крутостью. Они прониклись его совершенно бессеребрничеством. То есть они видели, как и толпы людей к нему идут для молитвенной помощи. Они думали, что он действительно богатейший человек. Оказалось, что у него пустая келья, ничего нету совершенно. И ни еды, и ни денег, тем более, ничего нет. Они этим были поражены до глубины души, и потом уже осознав свой грех. Причем сам Серафим Саровский это был очень крепкий, высокого роста был. Он мог их раскидать спокойно, тем более, что он имел оружие. То есть он с топором был, они это были без оружия. Но он даже топор им отдал. То есть вот такая кротость этого человека поразительная. Поэтому, конечно же, как мы видим, что кротость, и даже в этой ситуации, из жития Серафима Саровского, что она приводит ко спасению и обидчиков. Как и в случае с Господом, мы помним, что воин стригущие, они обратились потом и тоже стали верующими. Около креста стоявший сотник Лонгин, например, он тоже потом пострадал, даже мученически пострадал за проповедь христианства. Вот такие интересные моменты производит кротость в этом мире. Хотя многие считают, что кроткий человек – это значит слабый, немощный, всеми обижаемый и ничего не достигающий в этой жизни. На самом деле кроткий человек – это очень красивый, богатый и сильный человек. Только богатство его духовное, конечно же, нематериальное. Да, и добрым человеком может быть только сильный. Доброта, она всегда является отдельным, так сказать, внутренним качеством человека. Человек не может быть добрым и не сильным, потому что доброта, она пересиливать должна все страсти плотские. И если нет этого пересиливания страстей, то доброты в человеке тоже не будет. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. О какой земле идет речь? Какую землю наследуют? Ну, мы читаем апокалипсис, что Господь при кончине мира всю землю, все творения человеческие, все сожгет огнем, и земля будет, в общем, пуста и безвидна, как это было до сотворения Первого мира. А потом Господь скажет, что все творю, все новые. То есть тот новый мир уже без тления, без болезней, без скорбей, тягот и прочего, так сказать, наследие греховного, мир будет уже совершенно другим. Мир будет пронизан Божьим светом и любовью. И вот именно этот мир будет танк кротким. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. О какой правде, которая выступает в качестве условия человеческого счастья? Здесь вот идет речь. Ну, мы все, живущие на Земле, мы кто-то раньше, кто-то позже, но задаемся вопросом, зачем я здесь живу? Какая цель моей жизни? Вот просто родиться, родить кого-то после себя и умереть? Или все-таки какая-то есть высшая цель? Вот алчущие и жаждущие правды, то есть правды о своей жизни, правды о своем устроении, о устроении этого мира, правды о Боге и о том, что Господь промыслительно закладывает в нашу жизнь, в этот мир, вот эта правда, она как раз и востребована людьми, и вот алчба, то есть желание этой правды достичь, ее узнать, оно как раз здесь и говорится. То есть всякие ищущие Господа, ищущие Его правды и Его промысл об этом мире, Он спасается и Он счастлив, потому что Господь в другом месте Евангелия говорит «Ищите и дастся вам». То есть всякие алчущие и жаждущие правды, Он обретет ее, из рук Божиих обретет эту правду, и с этой правдой Он станет уже никогда не жаждать, то есть Он Духом Святым будет уже вразумляем и напаяем, то есть у Него не будет никогда уже никаких, ну, так сказать, непониманий, что происходит с Ним и с этим миром. Ну, о правде это, наверное, слишком высоко для нас, да? То есть, может быть, многие не очень-то и поймут, но мы можем, наверное, в противоположность привести пример ложь, да? Так как отец лжи и дьявол, вот для нас, наверное, это больше понятно, потому что мы все фактически лжем, кто-то недоговаривает, да? Шутки наши, мы любим там 1 апреля, наш любимый праздник, когда там спина, это же тоже получается ложь, вот это для нас близко. Ну, конечно же, как и все грехи, они после грехопадения Адамова, они стали ближе нам, чем добродетели, и поэтому и ложь, как один из грехов, он также нам ближе, чем добродетель правды. Конечно же, мы в этой лжи пребываем, даже если мы не хотим лгать, иногда оно само по себе происходит, просто, ну, как говорят, соврал для красного словца, например. Преувеличили мы, да, вот такую рыбу. Преувеличил, да, гипертрофировал что-то такое, да, ну, для того, чтобы там приукрасить или чтобы показать себя в лучшем свете, или чтобы, наоборот, прикрыть какие-то свои не очень приглядные качества, да, соврал, ну и так далее. То есть, поэтому мы во лжи живем, и даже есть такая фраза «всяк человек ложь», это в Псалтире. И единственной правдой есть Господь, сам Он сказал о себе «я есть путь и истина, и жизнь». Правда – это кусочек истины, поэтому, когда мы стремимся к правде, мы стремимся к Богу, к истине. То есть, надо замечать себе вот эти позывы к лжи? И с ними бороться, конечно, как и со всеми позывами других страстей. Если мы не будем себя от лжи очищать, то эта ложь нас расколет на многие частички нашего естества, и мы сами себе будем лгать, что мы там чего-то достигли, на самом деле ничего не достигли, что мы что-то умеем, на самом деле ничего не умеем, что даже двуличие наше у нас будет привычным, лицемерие станет нашим естественным, так сказать, поведением. То есть, мы деградируем настолько, настолько пропитаемся этой ложью, что даже не будем отличать правду от лжи, и мало того, что еще дальше приводит этот путь к тому, что мы правду будем ненавидеть, если по этому пути пойдем, потому что она будет нам колоть глаза, потому что она будет нам говорить то, чего мы не хотим слышать и видеть. Знаете, как страусиная политика, вот воткнул в песок голову, и ничего нет. Вот так и человек лживый, он кроме своей лжи ничего больше не видит и слышать не хочет. Вот это уже край такой вот деградации человеческой, лживой. Вот надо стараться от этого уходить. Да, но стало всего две минуты. Будет в воскресенье празднование лапзания Господа Иисуса Христа Иуды, иконы. Вот, пожалуйста, несколько слов. Да, в нашем монастыре, 10 воскресенье после Пасхи, то есть вот в это ближайшее воскресенье, будет праздноваться, очередной раз праздноваться память иконы, явление чудотворной иконы лапзания Христа Иуды. И она, конечно же, показывает своим сюжетом, как Господь относится ко всем людям. Без исключения, Он ко всем относится с любовью, даже к своим предателям. Уж Иуда его предал, но и его Господь назвал другом. Друже, твори, на что пришел. Назвал, друг, делай то, для чего ты пришел. Но через это название Он протянул руку спасения к Иуде, которым Он не воспользовался, к сожалению. Да, будет праздничный воскресный ход. Да, в воскресном дне будет у нас и крестный ход вокруг храма. Вокруг монастыря не сможем пройти. Там у нас сейчас ведутся работы реставрационные. Поэтому всех приглашаю на службу. Приходите. Да, благодарю вас, Отец Имени, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok